Из более 6 тысяч наименований промышленных и бытовых отходов регоператор занимается утилизацией порядка 40. Поэтому вопрос о том, куда выбрасывать ртутные, градусники, батарейки и прочие предметы высокого класса опасности, остался без внятного ответа. Представители регоператора обещали, что разместят подробную информацию на сайте. Либо на нашем сайте, либо найдем, как довести до сведений граждан. Это правильный на самом деле вопрос, что именно входит в зону действия регоператора. И не просто в виде цифры, каких-то сухих надписей. Мы доступным человеческим языком постараемся разъяснить, откуда эти отходы образуются, что это такое, что с ними потом делается. Именно то, что касается регионального оператора. Также журналисты озвучили одну из злободневных проблем нашего города. Это грязь и мусор на контейнерных площадках и возле них. В связи с разделением ответственности по сбору коммунальных отходов у жителей возникает резонный вопрос. Кто должен следить за порядком на этих площадках? В зону ответственности оператора входит подбор исключительно того мусора, который упал в процессе погрузки. Все, что разнес ветер, раскидали безнадзорные животные или сами жители поленились аккуратно сложить в контейнеры. Это будут убирать коммунальные службы города. Так как общая территория по обслуживанию закреплена за центром ЖКХ. Поэтому подбор рассеянного сбора мусора в районе площадок за центром ЖКХ. Что касается раздельного сбора мусора, то в этом направлении нужно провести большую подготовительную и разъяснительную работу. Сейчас ведутся переговоры с администрацией города о реновации контейнерных площадок и подготовке их к сортировке отходов.